В Омске на казака с камерой напал водитель и сломал ему нос, а продавец кастрюли осужден на 14 лет за убийство пенсионерки под Нижним Тагилом. Обзор региональных новостей одни. Ру в дагестанском городе Сбербаш произошла дуэль полицейских, сообщает Ньюис. Стражи порядка повздорили и устроили разборки с использованием табельного оружия. В итоге оба получили ранение, а также задели пытавшегося их разнять прохожего. Инцидент произошел в неслужебное время. Есть информация, что ссора между лейтенантом и капитаном полиции произошла из-за обидной клички. В итоге один из дуэлянтов сейчас лежит в больнице, второго оттуда уже выписали. Прохожий также отделался легким ранением. Тела супругов из Ростовской области нашли в палатке в Геленджике, передает Ростов газета. По данным следствия, вечером 7 мая на территории автокемпинга в палатке нашли тело 35-летней женщины с ножевым ранением в шею и ее 36-летнего супруга с огнестрельным ранением головы. Тела обнаружили отдыхающие, сказано в сообщении регионального управления Следственного комитета России устанавливаются все обстоятельства происшествия. Студент из ВИКСы подозревается в убийстве соседа из-за компьютерной игры, передает Ньюн. Уголовное дело возбудили против 20-летнего молодого человека. По версии следствия, вечером 6 мая зашел в комнату общежития и нанес множественные ножевые ранения. 23-летнему соседу, тот скончался на месте. Подозреваемый вымыл комнату и скрылся с места преступления. Тело погибшего обнаружила на следующий день его родственница. При допросе студент сообщил следователям, что причиной ссоры с погибшим стала компьютерная игра. В Казани задержали студентов, разбивших фонари в парке «Черное озеро». Задержанные признали вину, на них составили протоколы за мелкое хулиганство, «Тепер правонарушителей должны заплатить штраф или отсидеть 15 суток». Заявление не о том, что неизвестные разбили фонари, поступило в отдел полиции Епеева 6 мая. О ЧП сообщила 56-летняя женщина, сообщает Инказан. Сотрудники транспортной полиции города Тюмени установили личности четырех мальчишек, которые укладывали камни на рельсы станции Таалица. Оказалось, что за этим стоят четверо друзей возраста от 8 до 10 лет. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ребятами профилактические беседы, на их родителей были составлены протоколы об административном правонарушении, передает наш город. В Омске на казака с камерой напал водитель, сломал ему нос, передает город 55. Ему сразу вызвали скорую помощь и госпитализировали для прохождения лечения. Пострадавший рассказал, что на него набросился один из автомобилистов. Причиной конфликта на дороге стало недовольство водителя нахождением фиксирующего устройства. Остановившись, мужчина сначала высказал претензии оператору, а потом ударил его по лицу и скрылся. Пенсионерку из Удмуртии осудили за незаконную торговлю спиртом, сообщает Удом.Инфо. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности за подобное нарушение. Установлено, что 60-летняя пенсионерка без специального разрешения и лицензии неоднократно продавала жителям болезненно-спиртосодержащую жидкость, в составе которой болотила во спирт крепостью в 86%. По решению суда женщину приговорили к двум месяцам исправительных работ условно с испытательным сроком в 6 месяцев. Продавец кастрюли осужден на 14 лет за убийство пенсионерки под Нижним Тагилом, пишет Сержал Сити. Установлено, что 21-летний тагильчанин, занимаясь продажей кастрюли и прочей кухонной утвари, в августе 2017 года пришел в дом к пенсионерам селила пригородного района. В процессе общения между продавцом и пожилой супружеской парой возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес пенсионерке 7 ударов ножом, а затем 4 удара ее 79-летнему супругу. После полученных ранений женщина умерла на месте. Ее супруг был госпитализирован в больницу Нижнего Тагила, где ему была оказана своевременная медпомощь. Пенсионер остался жив. Кроме тюремного срока в пользу родственников погибшей с осужденного был взыскан 1 миллион рублей моральной компенсацией и 143 тысяч затрата на погребение. Волгоградец, убивший приятеля утюгом и ножом, просил облсуд его оправдать. Однако мужчина не смог добиться в апелляционной инстанции и изменения вынесенного ему сурового приговора. Установлено, что в марте прошлого года он убил товарища в ходе конфликта, который возник из-за споры относительно боевых искусств. Перед этим молодые люди распивали спиртные напитки. С места преступления волгоградец скрылся, а приятель, истекая кровью, скончался от полученных травм. Преступнику назначено наказание в виде 11,5 лет лишения свободы и с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, передает новости Волгограда. В Башкирии птицефабрику оштрафовали за нанесение вреда окружающей среде на 100 тысяч рублей, сообщает МЭКСЁТ. Заведено административное дело по статье «Несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства». После прокурорской проверки предприятие организовало надлежащее функционирование биологических очистных сооружений и приняло меры.